Всем привет! Сегодня я вам немного расскажу о программе SelfCAD. Это программа для 3D моделирования и самое классное это то, что она онлайн. Вам не придется ничего скачивать на свой компьютер. Все что вам нужно это компьютер средней конфигурации, современный браузер и интернет. После небольшой регистрации у вас будет открыта такая страница. И чтобы приступить к работе, нажимаем Launch Editor. У вас открывается окно, в котором будут сохранены все ваши проекты, над которыми вы будете работать. Чтобы создать новый проект, нажмите Create New Project. У вас откроется еще одно небольшое окно, где вам надо будет настроить ваше рабочее пространство. Величину его, сегментную сетку и выбрать ориентацию X, Y, Z. Если у вас уже есть опыт в других программах, то вы можете поставить себе ту, которая вам будет более удобной. SelfCAD по стандарту стоит, что Y это у нас высота. Нажимаем Create New Project. Нас перекидывает на наше рабочее пространство. Вы можете видеть, сверху у нас есть командная панель. Немного ниже панель инструментов. И справа панель управления объектами. В середине у нас наше рабочее пространство, с которым мы будем работать. Чтобы управлять камерой, достаточно зажать мышку левую. И покрутить так, как вам удобно. Чтобы переместить лево, вправо, вверх или вниз, зажмите скролл мышки. Все очень просто. Также камерой можно управлять при помощи куба ориентации, которая находится у нас здесь слева. Нажмите на любую из граней, и камера встанет в нужный вам ракурс, в нужной вам стороны. Если случилось так, что вы каким-то образом потерялись в пространстве, и ваша камера куда-то уехала, и вы не понимаете, где вы находитесь, просто нажмите на Reset камера. И вас вернет назад в вашу рабочую сцену. Также здесь есть выбор перспективы. Есть перспектива обычная. Это так, как мы видим все объекты в реальном мире. Как они у нас под углом удаляются. И ортографическая. Эту перспективу еще называют неправильной, или, как говорят, совсем без перспективы. Сейчас я вам это продемонстрирую. Ортографическая, если мы перемещаем наш куб, мы не видим никаких больше сторон. Ни левой, ни правой, ни сверху, ничего. Только одну его площадь. Если мы выберем перспективу правильную, то при перемещении камеры мы будем видеть, как мы можем с углов наш объект видеть. По стандарту, когда мы нажали создать новый проект, SelfCut нам предлагает сразу в центре нашей рабочего поля самый обычный куб. Мы можем работать с ним, либо удалить его и создать что-нибудь свое. Удаляется объект при помощи кнопки Delayed. Для начала нужно его выбрать и нажать Delete. Программа нам предложит удалить или нет. Также можно удалить из панели. Здесь есть у нас Delete и Delete All. Удалить все объекты. Удаляем. Чтобы создать новый объект, на панели инструмента у нас есть вкладка 3D Shape. Смотрим в нее. Здесь у нас есть список разнообразных объектов. Чтобы создать, нам достаточно просто перетянуть мышкой. или мы можем нажать на него и задать определенный размер. Нажимаем ОК. Как видите, все наши объекты, которые мы создали, появляются справа в панели объектов. Чтобы выбрать объект, нам достаточно просто нажать на него мышкой. Или нажать в кружочек панели объектов. Также выделить объекты можно при помощи мышки. Правой клавиши. Зажимаем клавишу мышки. И рисуем такой прямоугольник. Все, что попадет в зеленый прямоугольник, будет выделено. Если рисовать наоборот, сверху вниз у нас будет прямоугольный синий. Он выделит только те объекты, которые полностью попадут. Мы зацепили торус, но он был не весь выделен. И таким образом, программа его не выделила. Выделились только наши 3 объекты. Если с этой стороны мы выберем только полобъекта, то он все равно будет полностью выделен. Чтобы спрятать объект, или изолировать его, здесь у нас есть небольшая выпадающая вкладка. К примеру, возьмем куб. И нажмем height. Он пропадет. Это нужно для тех моментов, если вам он просто мешает видимости моделированию другого объекта. Чтобы вернуть куб назад на сцену, нажмите сюда на глаз. Также объект можно заблокировать. Вы не сможете с ним проводить никаких манипуляций, чтобы вы, к примеру, не могли его случайно зацепить или выделить. Он будет игнорироваться. Чтобы снять блокировку, нажмите еще раз на замочек. Также объект можно изолировать. И вы будете работать только с ним. Получается так, что все объекты были просто спрятаны. Чтобы их вернуть на сцену, мы можем нажать на каждый глазик каждого объекта, либо задействовать команду show all. Теперь рассмотрим основные команды взаимодействия с объектами. На панели инструментов у нас есть Move, Rotate и Scale. Просмотрим сначала Move. С помощью этой команды вы можете передвигать объект влево, вправо, вверх, вниз, как вам удобно. Если взять посередине джойстика, вы сможете его в призвольном порядке перемещать туда, куда вам нужно. Следующая команда это Rotate. Появляются три указателя. И по ним мы можем переворачивать объект так, как нам нужно. Если мы будем двигать мышку в середине круга, то объект будет переворачиваться по определенным делениям. Если мы мышку удалим немножко за круг, мы сможем задать более точное и более плавное вращение. Следующая команда это Scale. Она деформирует объект. Мы можем зажать мышку в центре нашего джойстика и потянуть в разные стороны. Таким образом, объект будет равномерно во все стороны деформироваться. Или в отдельную сторону, которая нам нужна. Чтобы отменить действие, у нас есть в панели команда Undo. Либо можно использовать всем привычную комбинацию Ctrl-Z. Как видите, все очень просто. О следующих инструментах поговорим немного позже.